Привет, народ! Меня зовут Илья Бунин. Наверное, вы подумали, зачем я сделал обзор на это дерьмо? А я вам отвечу. Понимаете, этот фильм очень показательный. И на его примере я поделюсь своими мыслями о современном русском кинематографе и отечественном зрителе. Поехали! Скорый Москва-Россия — это как бы приключенческая комедия. Как бы! Сюжет заключается вот в чем. Светлаков по пьяни заключает парень на свою квартиру, по условию которого должен с Москвы отправиться во Владивосток, шпокнуть проводницу и сняться на фоне звездопада с амурским тигром. Очень интригующий, да? И с этого видоса набрать миллион просмотров. Знаете, я не могу сказать ни одного положительного слова об этой картине. Это даже картины нельзя назвать. Просто кусок говна. Так вот, этот кусок можно смотреть только для того, чтобы понять, насколько же низко оценивают российского зрителя. В фильме нет ни нормального сюжета, ни сценария, ни морали, ни души, ни атмосферы. А проблемы сценария создатели заполняют очень просто. В моментах, где должна быть нотка романтики, добавляют известный каждому популярный трек. А в моментах патриотизма, конечно же, любые. Зачем погружать зрителя в атмосферу, если можно использовать простецкие приемы? Только вот тошнотворный сценарий не вяжется с хорошей музыкой. За мораль в картине отвечает, знаете кто? Тот самый закадровый голос из нашей Раши, наложенный поверх популярных русских роликов Ютуба. Ведь ничего больше так хорошо не наполнит моралью фильм, чем популярные ролики. А голос нам залечит про русский народ, про беды дураков и дорог. Собственно, там, где фильм уже ничего не спасало, такими вставками пытались добавить хоть чуть-чуть морали к картине. Сюжетно и тупейший. Хотели, судя по всему, показать русскую душу. А в итоге получилось сплошное оскорбление россиян. Нас выставляют конченными дебилами, тупым быдлом, лентяями. Но это авторам показалось мало, и они решили зацепить и кавказские народы. Опускаясь до уровня шуток, типа, вы же трахаете коз и кур. Не, ты что? Только коз иногда. Не понимаешь политической ситуации? Такого низменного юмора я в жизни не видел. За весь фильм не то, чтобы улыбнуться. Уже на 15-й минуте у меня возникали рвотные позывы. Я хотел выключить, но решил выдержать и обсудить с вами. По поводу актерской игры и состава. Нет вопросов ни к Светлакову, он играет самого себя. Ни к Максу плюс 100500, ни к Маргарите. Они молодцы. Средняя актерская игра. И Макс Красава выбрал себе нормальную эпизодическую роль. Только вот фильм не подходящий для начала. Что хочется сказать в адрес авторов? Да то, что они молодцы. На самом деле, без сарказма, молодцы. А молодцы они по одной простой причине. People have it. Have it. Что вы хотите от авторов, создателей, если они работают на аудиторию? Понимаете, им нет смысла делать лучше. Народ все равно идет и смотрит это говнище. А потом еще с пеной у рта доказывает, что фильм-то нормальный про русскую душу. Знаете, если он был про русскую душу, то я человек молекула. А человек молекула. Эпизод с поездкой в поезде меня вообще убил насмерть. У меня сложилось впечатление, что сценарий писал человек, ни разу не ездивший в поезде. А так где-то слышал, как оно там у простых смертных. Я много раз ездил в поезде и хочу сказать, что военные так себя не ведут. Каторжников не перевозят в пассажирском вагоне. А проводницы не прыгают на... Ну, в общем, вы поняли. Так вот, хочу, чтобы вы понимали, как не печально. Пока мы тратим свои деньги на такие фильмы, ничего не изменится. И не виноват в этом ни Светлаков, ни кто другой. Виноваты мы сами, что ходим на этот шлак. Все просто. Если бы у вас был вариант работать меньше и зарплата не менялась, вы бы работали меньше. Так и люди, работающие в киноиндустрии. Конечно, есть исключения, люди, которые работают за идею. Но вы же понимаете, что таких единицы. Мораль фильма такова. Бухай, употребляй наркоту, веди себя как быдло. Сними ролик, выложи на ютуб и надейся на удачу. Для этого не нужно думать головой. Мечтать, стремиться. Все просто. Халява решает. Я от чистой души награждаю этот фильм званием Абсолютный Кал. Аплодисменты, друзья. Давайте похлопаем. Это один из худших фильмов, которые я видел. Даже Movie 43 на его фоне неплохой фильм. А, ладно. Конечно, не все современные русские фильмы плохие. Есть и проблески, лучики надежды. Но мне кажется, такие фильмы ставят как раз те, кто за идею и уж потом за кассу. Та же Легенда 17, нормальный фильм или из последних Кухня в Париже. Пусть и не очень получился, но видно, что народ старается хотя бы. Дорогие подписчики, смотрите хорошее кино. Оно всегда есть. Жду ваших впечатлений, если вдруг вы смотрели это. Так что оценивайте, комментируйте, подписывайтесь. Пока, народ. Ну вот фильм никак не дотянул до сериала. И напоминает скорее растянутую серию ситкома, в котором сценаристы не сочли нужным раскрывать персонажей. Наверное, подразумевает, что смотреть будут только поклонники сериала. Идея уже наша.